С Михаилом Толстых, больше известным под позывным Гиви, встречаемся в 7 утра. Он находит время и ненадолго покидает своих бойцов, обороняющих подступы к Донецку в районе аэропорта. Живой, здоровый перед вами, целый невредимый. Все мои люди живые, здоровые. Мы созвонились сразу, как только украинские СМИ сначала стали сообщать, что командир подразделения Сомали, Минобороны ДНР, серьезно ранен, а чуть позже, что и вовсе убит. В брошенную Киевым информацию о том, что артиллерия ВСУ попала в штаб ополченцев и было тяжело ранено не менее 15 человек, Гиви опровергает с улыбкой. В очередной раз украинская сторона открыла огонь, 152-й артиллерии. Работали с двух направлений, Савдеевки и Карьера Водина. Били по населенному пункту Веселого, находящемуся в аэропорту. Попали в дом, в доме оказались газовые баллоны. Прошелся, что не взрыв. Не первый раз украинские СМИ сообщают о гибели Гиви, знаковой фигуры ополчения Донбасса. Бойцы бригады Сомали участвовали в освобождении Донецкого аэропорта. И до сих пор, несмотря на регулярные обстрелы и попытки прорыва со стороны украинских военных, удерживают позиции там. Михаил смело уверяет жителей Донецкой народной республики, что преступления ВСУ не останутся без ответа. Люди готовы, они набрались опыта еще больше, могу сказать честно, уверенности, ну и злости. Та бедная Головка, дети, где погибли. Донецк, Маренко и все остальное. Это просто уже реально невыносимо уже терпеть. И я понимаю местных жителей, которые уже начинают требовать от Александра Владимировича наступление. Гиви, командир бригады Сомали, снова направляется к Донецкому аэропорту. Твердая уверенность в справедливости, занятой защитниками Донбасса позиции, рассказывает нам Михаил, серьезно помогает и ополченцам, и ему лично. На 100% он нас поддерживает, я уверен в этом. А боевой дух на 200%, а не на 100 даже. Ребята более уже обученные. Слава Богу, мы уже переросли из ополчения в армию. Алексей Баранов, Андрей Руденко, Олег Головчанский, Олег Бондаренко и Михаил Емелин. Вести Донбасс.